Величественное и парадное. Это здание придает законченный вид площади имени Ленина. Когда-то она называлась центральной. Колоннады, портики, широкие ступени. Все это яркий образец советского классицизма. Это прогулки по столице. И сегодня прогуляемся по зданию Национального драматического театра имени Шкетана. Проект центральной площади города был запланирован еще в 30-е годы. Однако война помешала планам. Жителей деревянных домов в этой части города расселили в 50-х. Ну а главным украшением площади должен был стать театр. Архитектор здания Павел Самсонов, чей талант во многом определил облик нашего города. Брат-близнец нашего театра находится в Калуге. Проектировал его тоже Самсонов. И построено здание для труппы Калужского областного драматического театра несколько раньше. Интересно, что в Яшкарале здание театра выглядит более величественно. Все дело в холме. В нашем городе театр построен на естественной возвышенности, что делает его гораздо значительней. В строительных работах по возведению здания Марийского драматического театра принимали участие учащиеся культпросвет школы и музыкального училища. Ведь объект имеет прямое отношение к роду их будущей деятельности. Уборка строительного мусора, копка траншей – тоже помощь. Официально театр строился с 1953 по 1960 год. Однако даты открытия театра разнятся. Возможно, просто сам термин «открытие» понимался по-разному. 4 ноября 1960 года здесь состоялось торжественное собрание, посвященное очередной годовщине октября, а также 40-летию образования республики. Кто-то считает эту дату моментом открытия театра. Ну а строители окончательно сдали объект только годом позже, в 61-м. А открытие нового театрального сезона на новой сцене произошло в 62-м. Тоже дата третья. За более чем полувековую историю своего существования это здание обросло легендами и слухами. Подтвердить их или опровергнуть взялся главный инженер театра имени Шкетана Игорь Павлов, который работает здесь уже 25 лет. Один из слухов – это расположенное в подвале самое настоящее бомбоубежище. Бомбоубежище здесь не находится, здесь находятся наши цеха, здесь у нас находятся сварочные цеха, здесь находятся фотолаборатории, здесь находятся прачечные цеха, реквизиторские цеха, бутафорские цеха. Призраки есть? Призраков нет. Только радует, что призраки – оперы. Многое здесь сделано своими руками или родом из Советского Союза, но работает по-прежнему исправно. Действительно напоминает катакомбы, особенно если попадаешь сюда впервые. Наверняка отсюда и слухи про бомбоубежище. Однако заблудиться здесь сложно. Все помещения располагаются по кругу. Подвал нашего здания закольцован. Как бы если пойти по часовой стрелке, мы вернемся в это же место, только с другой стороны. Итак, здание такое у нас до самого пятого этажа, плюс шестой этаж чердак. Также если ходить кругами, то вернемся в это же место, где и приходили сюда. Поскольку в подвале все помещения рабочие, нет запаха затхлости, сырости и пыли. Более того, здесь даже проводят экскурсии. Особую восторг у детей всегда вызывает бутафорский цех. У театра есть и свой музей. Парики, костюмы, реквизит разных лет, макеты декораций, история зарождения театра в нашем крае. Все это собрано здесь. Этот осветительный прибор использовался 50 лет назад. Говорят, до сих пор в рабочем состоянии. Сейчас софиты на сцене, конечно, совсем другие. Кроме занавеса бархатного, всем привычного, на сцене есть еще один, весом в 9 тонн. Это противопожарный занавес, который в случае возгорания на сцене должен обезопасить зрителей. Проверяют его работу раз в месяц. Однако, к счастью, пользоваться им по назначению не пришлось ни разу. На сцене есть и поворотный круг, который успешно работает с самого момента открытия театра. Поворотный круг сцены делится на две, на три, на четыре части. При выпуске спектакля во время затемнения меняется декорация и происходит дальнейшее движение сцены. Декорации, квизитные карточки театра, спектаклю соляка, привязаны как раз к использованию поворотного круга. Здесь же на сцене, а точнее в ее кармане, хранятся декорации к спектаклям. Сейчас мало кто обращает внимание на этот плафон и люстру, а было время, когда горожане своим иногородним гостям с гордостью на них показывали. С люстрой тоже связывают ряд городских легенд. Старожилы рассказывают о том, что однажды эта полутонная конструкция упала в зрительный зал. И хорошо, что дело было ночью, никто не пострадал. Нет, на самом деле люстра не падала. Это было в 78-м году, наслышан тоже был, тогда я еще не работал, но в 78-м году. На потолке возникли трещины, осыпание штукатурки было, зрительную часть здания. И работники, было произведено реконструкцией маленького вот этого помещения, и усилили всю часть, наверное, видите, металлическими конструкциями для усиления. Это все отмечено у нас. Это помещение над зрительным залом. Здесь расположены конструкции, которые держат парадную люстру. Наша центральная люстра висит вот на этой сварной системе. И закреплена, законтрена вот этими танки, замбалтую, этими гайками. Плюс к нему вот эта лебедка, трос к лебедке проходит, который отпускается и поднимается. Перед началом театрального сезона люстру опускают на лебедке, моют и меняют лампочки. Лампочек здесь почти две сотни. И вопреки слухам, люстра эта не из хрусталя, и вставки ее не рубиновые. Ну, хрусталь не настоящий. Нет, там граненое стекло, хорошее стекло. Ну, еще была построена, сделана люстра в советские времена. А сами знаете, что и раньше тоже были мастера, умельцы. Особенно для культурных учреждений, театров делались хорошие люстры. Конструкцию и облик люстры разрабатывали выпускники Московского высшего промышленного училища, бывшая Строгановская, под руководством художника Протопопова. Они же расписывали плафон. Тема росписи – труд, спорт, искусство Марийского края. Еще выше – любимая площадка городских фотографов. Крыша. Вид с 25-метровой высоты на центр города просто потрясающий. Красотами обновленной Ешкаралы сотрудники театра любуются довольно часто. Обязательно раз в месяц летом, зимой раз в неделю. А то и чаще. За кровлей театра, как и за внутренними помещениями, нужен постоянный уход. Ухода требует и вот эта скульптурная композиция на фронтоне. Чтобы до нее добраться, приходится вызывать автовышку. На высоту 18 метров взбираются специалисты-верхолазы. Смотрим, есть ли дефекты на руке. Где-то года три назад мы руку реставрировали на композиции. Смотрим на водостоки, на откосы смотрим композиции. Композиции подкрашиваются. Интересно, что первоначально здание было сдано без этой скульптурной группы. Строители торопились сдать его к 40-летию Майя СССР, чтобы именно в новом здании прошло торжественное заседание обкома КПСС. Современный вид театр приобретет спустя год. Для многих поколений горожан этот театр остается ярким символом нашего города. Его снимки размещены на открытках и фотоальбомах. Сейчас это уже ветеран среди своих более юных собратьев. Это были прогулки по столицам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова